В Ленинском районе продолжается отчетный период. В этот раз итоги работы подвели в сельском поселении Володарское, для которого прошедший год стал одним из наиболее успешных. Мощный рывок движения вперед так можно охарактеризовать достижение поселения за 2017 год. Год войдет в историю района поселения как год радикальных изменений в социальной и инженерной инфраструктуре нашего поселения. Конечно, достигнуты результаты итог работы сотен людей, десятков организаций не только в прошедшем году. Работы велись, подготовительные, различные работы по разным направлениям в течение последних трех-пяти лет. Но плоды этой работы мы пожинаем только сейчас. В частности, неузнаваемо изменилась улица Текстильная в поселке Володарского. Здесь завершилось переселение из аварийного жилья в современные комфортные дома. За последние три года были снесены 8 ветхих домов и более 100 семей получили ключи от просторных и теплых квартир. Не забывают в Володарском поселении и о подрастающем поколении. В 2017 году был открыт детский сад «Ягодка», рассчитанный на 230 мест. А для володарцев постарше 1 сентября распахнула свои двери новая средняя школа площадью более 11,5 тысяч квадратных метров. Для обеспечения теплом, в частности, в этих образовательных учреждениях, в прошлом году на территории поселка введена в эксплуатацию модульная котельная. Таким образом, 2017 год можно смело назвать периодом, когда в поселении была качественно улучшена ситуация во многих сферах жизни, от социально-экономических до экологических. Я считаю, что работа как раз за 2017 год, и хотел бы оценить эту работу, нашу совместную работу на территории сельского поселения Володарское, как очень удовлетворительную. Хотя у нас существует две оценки, удовлетворительно и неудовлетворительно, но нам удалось решить большое количество задач. А в ближайших планах представителей власти это продолжение расселения в поселке Володарского жителей аварийных домов и решение вопроса о здании для детской школы искусств. Я абсолютно уверен, что потенциал команды, в первую очередь, и главы администрации, и главы поселения, и депутатского корпуса, который работает как единая команда, как монолит, мы сможем завершить то задуманное, что нам предстоит. Традиционной частью отчетных мероприятий является живое общение руководства муниципалитета и местных жителей. Каждый желающий мог задать свой наболевший вопрос и тут же получить ответ. У нас нет отдельного спортзала. С данного времени мы занимались в школе, в этой именно школе, нам выделяли время. Но к Новому году поступило указание сверху, что мы не должны заниматься больше. Ходить мы не можем. Ни детей водить нельзя, ни детям. Как вы можете этот вопрос решить прямо здесь? Никаких указаний сверху быть не может, потому что я являюсь приверженцем следующей политики. Вот как мы с вами создали школьные стадионы, которые должны быть общедоступными. Так мы новое здание школы строили не для того, чтобы его закрыть, чтобы техническая пришла, все помыла, закрыть, и чтобы было чисто, и больше никто не следил. А для того, чтобы жители внеурочное время, и для этого мы на односменный режим учебы переходили, могли заниматься в этой инфраструктуре. Завершилось собрание торжественным вручением наград наиболее отличившимся в прошлом году володарцам.